Есть потери у нас военно-транспортной авиации, что очень плохо. Почему? Во-первых, эта акция готовилась, информация об этом была, в достаточном объеме и понимании для того, чтобы предотвратить. Нет. Цели были разведаны. Благодаря в том числе аэрокосмической разведке НАТО мы по-прежнему относимся к ним как, ну вот, ну слушайте, они выполняют задачи военные, направленные против нашей страны, должны быть уничтожены. Мы подняли авиацию, отогнали. Что они при этом? Не наводят вражеские беспилотники? Наводят. Ой! Это приведет к тому, что мы прямую столкнемся с НАТО. Там еще интересно, когда Соловьев начал кричать о том, что нужно бить по странам НАТО, ведь ДРГ якобы оттуда заходили. И мне что понравилось, как он сказал, если мы не можем справиться с беспилотниками, как же мы будем справляться с F-16? Ну, мы видим, что это не просто уже информационный эффект, но и военный. Да, это отличный военный эффект, это вообще отличная новость, потому что мы к ней потихонечку готовились. И, кстати, в предыдущих эфирах мы обсуждали историю о том, что Украина, судя по всему, поставила на какой-то поток производства собственных дронов, воздушных и военно-морских. Кстати, россияне это поняли, потому что Керченский мост весь обставлен баржами, судя по всему, для того, чтобы защитить от этих морских дронов, потому что они наконец поняли, что если этого не сделать, то он будет следующим объектом такой атаки. Ну а здесь Соловьев на самом деле сказал все то, что до него говорил Пригожин, что до него говорил Гиркин. И вот я так думаю, вот вы знаете, меня ваши коллеги спрашивали, а кто будет следующий? Следующий в СИЗУ Лефортова сядет Соловьев, потому что если он так дальше будет продолжать, то его посадят. Его посадят так же, как посадили Гиркина, потому что он говорит один в один то, что говорил Гиркин. Вот он говорил, что у нас бардак, у нас никто ничего не защищает, у нас все губернаторы работают на врага, у нас вся разведка и контрразведка работают на врага, потому что ничего не делает. То есть Соловьев явно набивается на то, чтобы его посадили в камеру к Гиркину. Я только думаю, что рано или поздно посадят. Но на самом деле это же замечательные вещи, потому что когда в стане врага такие люди, которые начинали с того, что говорили, за два дня и Киев наш. Да кто там будет бороться? Да кого? Что это за страна такая? Да какие вооруженные силы? Не смешите нас там и так далее. И который теперь кричит, что не публикуйте ничего, потому что враг будет знать, что у нас там все разрушено. А самое главное, наше население будет знать, что враг знает и может бить, добить куда угодно, аж до Пскова. И самое главное, но видите, он не хочет признать, что это украинские дроны могут залететь, долететь за 600, за 700 километров аж до Пскова, до Питера, еще куда-то. Он говорит, что это там из Латвии, из Финляндии. Ну что, на Финляндию и на Латвию будете нападать? Ну давай, давай, парень. Один вот такой уже говорил, что мы, вагнеровцы, пойдут на Польшу, пойдут на Литву. Вот закончил он самолетом разбитым. В общем, это хорошие, хорошие новости, это хорошие, поэтому мы дали послушать нашим зрителям, как они, значит, там с пены урста друг-другу теперь критикуют, потому что Соловьев, откровенно говоря, говорит, что военные командования и Путин ничего не умеют делать. Просто ничего не умеют делать, и страна не защищена. Если у нас дроны летают куда угодно и так наносят такой ущерб, то все, война вернулась к нам, и он об этом сообщает российским зрителям. Слава Богу, отлично. Вот российским зрителям, значит, теперь надо просто сопоставить данные всякие и понять, а кто виноват во всем этом деле. Ну, у них, конечно, там с когнитивными свойствами проблемы, у них когнитивный диссонанс часто бывает, да, потому что они забывают, что эту войну начал Путин, и что все то, что происходит сейчас в Российской Федерации, это потому что Путин начал эту войну. Это не потому что украинские дроны летают, не потому что там какие-то нехорошие люди западные, а потому что Путин начал войну, не будучи к ней абсолютно готовым. И вот когда у них это срастется в голове, вот тогда они скажут, а может быть, Пригожин правильно шел на Москву, чтобы там выяснить отношения с Путиным и, возможно, даже его сковырнуть. И, может быть, даже не только люди, которые сидят перед телевизором и смотрят Соловьева с попкорном или там с водкой, с солеными огурцами, но и люди, которые на фронте сейчас с оружием в руках, скажут, нам надо еще дальше продолжать умирать, ни за что. За какого-то там Путина и за какого-то Соловьева с его итальянскими виллами. А ну-ка, давайте мы вернемся в Москву с нашим оружием, на наших танках. И кто нас остановит? Вот Пригожина, никого же не нашлось остановить? И нас не остановит. Вот, кстати, я когда смотрела реакцию россиян на эти дроны, на взрывы, и там было одно видео, где один россиянин сказал, добро пожаловать в 24 февраля, товарищи. Вот, когда у них наступит то, что они все поймут, что это война, которую развязал Путин? Да, это очень хорошая реакция. Таких, к сожалению, пока еще не очень много. Вернее, скажем так, их уже много. Просто не все еще отваживаются это сказать на камеру. Не все еще отваживаются сказать это. Потому что, вы же понимаете, человек, который скажет на камеру, Россия может сесть в тюрьму. Ему могут сразу 7 лет за оправдание чего-то и так далее. Но они все это понимают. Особенно молодежь это понимает. Там остались только старые перды, которые все еще мечтают о каком-то там Советском Союзе. И, кстати, которым абсолютно наплевать, что будет с этой страной. Абсолютно наплевать, что уничтожается самое активное население. Молодые, среднего возраста люди, которые самые активные, у которых есть семьи, которые все это дело теряют. Их-то пердов этих не пошлют на фронт. И они поэтому ходят с этими звездочками, старухи какие-то, выжившие из ума. И старые перды говорят, мы должны показать всему миру, какая у нас Российская Федерация сильная. Российская Федерация показала, какая она сильная. Когда Луна-25 у нее разбилась на Луне. Вот во вся сила Российской Федерации. Хотела у вас спросить по поводу еще этой аварии, катастрофы, как там называют. Интересно, что этот самолет Пригожина, он упал за 50 километров до резиденции Путина на Валдае. А вот так, возможно, это было выгодно все не Путину, а кто-то хотел, чтобы этот самолет и упал на эту резиденцию? Вы знаете, да, эта версия, кстати, вполне рабочая, что для Путина это не совсем выгодная вещь была. Потому что у Путина тогда, кстати, было мероприятие в Курске, в 80-летие так называемое Курской дуги. Он это все с помпой показывал. Ему важно было, чтобы эта вся картинка прошла по телевизору, по всем телеграм-каналам, по всем информационным каналам. А она была смазана, потому что стали показывать довольно быстро катастрофу Пригожина. Все обсуждали Пригожину и про Путина. Все вспоминали только в том смысле, что вот Дон Корлеоне, Майкл Корлеоне сидит, значит, в опере в то время, как уничтожают всех его врагов. А он тут, значит, с оркестром посылает нам какие-то символические месседжи, что типа всех убью, а я при этом ни при чем. У меня алиби. Вот видите, я в Курске сижу. Но на самом деле для Путина это было неприятно. Получилось так, что у него в 2000 году на шестом месяце или на пятом месяце его президентства у него была подводная лодка «Курск», а тогда, когда он в Курске праздновал 80-летие Курской битвы, у него состоялся Пригожин. Значит, лодка утонула, и Пригожин упал. Или самолет с Пригожиным упал. Или с вагнеровцами упал. То есть для Путина это, конечно, было неприятно. И вот этот символизм, что в 50 километрах от его резиденции Валдай. То есть, в принципе, да, это вполне возможно сделали какие-то армейцы. Потому что у Пригожина было очень много врагов, надо понимать. И прежде всего те люди... Кстати, самая рабочая версия, кстати, это рабочая версия мести за сбитые вертолеты и самолеты российских вооруженных сил, которые пытались наблюдать и даже не останавливать этот самый мятеж 24 числа, а просто наблюдать. Но были сбиты этими самыми Пригожинцами во главе с Уткиным. И вот это дело не было расследовано. Путин этому делу не дал нормального хода. Он не встретился с домами и с детьми этих погибших летчиков. Он их не наградил. То есть, может, наградил, но секретным указом. То есть никакой публичности в этом смысле не было. И вполне возможно, что накопилась очень большая злость в армии на Пригожина за это. В армии Пригожина вообще не очень любили некоторые люди. Он же на Шойгу нападал, на Герасимова нападал, на армию нападал. Он требовал себе боеприпасы за счет соседних частей армейских. То есть вполне возможно, что его очень сильно ненавидели люди. И мы обратили внимание, что в тот же день утром объявили о том, что сменили командующего воздушно-космическими частями Суровикина. А Суровикин, я вам напомню, что этот вид вооруженных сил вообще его не существует ни в одной стране мира. Так как существует теперь в Российской Федерации. Потому что он объединяет, с одной стороны, военно-воздушные силы, силы противовоздушной обороны, вот этой самой ПРО, и одновременно ракетные силы стратегического назначения. То есть это такой огромный-огромный вид войск, которого не было в Советском Союзе. Но туда входит противовоздушная оборона. И это означает, что возможно Суровикину, как начальнику этих воздушно-космических сил, отдали приказ сбить самолет Пригожина. А он, может быть, сказал, да я вот не стану выполнять этот приказ. И тогда его сместили, и новый начальник воздушно-космических сил отдал приказ и его сбили. То есть здесь вот такая интрига ещё может быть. На могиле главы Вагнера корреспондент телеграм-канала «Можем объяснить» насчитал 9 венков от мамы, от Полины, Паши и Ники, это дети Пригожина, от Славика и Жени, это внуки, от семьи и родственников, от бойцов и командиров ЧВК. Ещё один отправитель оставил цитату из мерча ЧВК «Груз 200, тем мы вместе», ну, как раз в точку. Но только не было венка от супруги покойного о любови Пригожиной, и не было даже прощальной надписи от ней. А вот что вообще с семьёй настоящего Пригожина? Он их как-то уберёг? Ну, я так думаю, что семья настоящего Пригожина, если он действительно жив или в другом месте, если это погиб двойник, у них сложная ситуация, потому что, с одной стороны, им надо играть вот эту комедию, значит, ходить на кладбище, там, плакать, там, одеваться всё чёрное и делать вид, что это настоящий Пригожин. Вот, или, значит, потому что иначе за ними будут там, ну, грубо говоря, на них будут давить, за ними будут охотиться спецслужбы, Путин и их может убить. Да вот мне уже, кстати, задавали вопрос такой, и у меня было интервью на одном из арабских каналов, которые, кстати, весьма заинтересованы с Пригожиной. Кстати, арабские каналы, которые говорили, что Пригожина уже видели в Африке, уже видели на Ближнем Востоке, что он живой и здоровый там и так далее. Они первыми, кстати, запустили эту информацию о том, что никакого Пригожина не убили. Но самое главное другое. Вот то, что вы спрашивали, и то, что люди спрашивают, почему не было никого из официальных лиц? Я вам, кстати, говорил во всех интервью, что Путин не может туда приехать. Путин не может приехать, потому что Путин назвал Пригожина в любом случае предателем и назвал мятежником. И поэтому никакого героя России уже не хоронили. На самом деле Путин должен был опубликовать указ об отмене, об отзыве всех должностей, всех званий, всех медалей у Пригожина, потому что нельзя человеку, который устраивает мятеж против государства, вооруженный мятеж, оставлять все это дело. И то есть наверняка есть какой-нибудь секретный указ, по которому его уже лишили звания Героя России, его лишили всех орденов, заслуг и так далее. И, конечно, никто из официальных лиц не мог приехать. Ну что, губернатор Петербурга Беглов, что ли, приедет? А Кадыров? Ну, Кадыров далеко. Кадырову показали… Но он же его союзник. Кадырову сказали, что, слушай, союзник, будешь, так сказать, дальше продолжать делать то, что продолжаешь делать, окажешься там же и в таких же условиях. Вот было бы смешно, если бы Кадыров сел на самолет и полетел бы хоронить Пригожина, и упал бы в том же самом месте еще со своим самолетом. Это было бы тогда вообще очень прикольно. Нет, ну я так думаю, что Кадыров, в общем, он человек хитрый, и он прекрасно понимает, чем для него может закончиться вся эта история, если он начнет дальше, так сказать, гнать волну. Потому что, конечно, его тоже там, ну, не в самолете, его могут там… Они в горах, на него может лавина какая-нибудь сойти, на него может сойти какой-нибудь камнепад. В Чечне это обычное дело, так сказать, там регулярно это происходит. Вот поэтому там даже самолет никакой не надо будет, бразильский, терять из-за этого. Вот, нет, к нему никто не мог приехать, потому что, во-первых, он со всеми переругался, с официальными лицами, с многими, да, вот там с губернатором Бегловым, с Санкт-Петербургом. Просто там у него была проблема огромная, потому что тот ему не давал разрешения на функционирование вот этого ЧВК-центра в Петербурге. А Пригожин продавил это через Путина. Вот, ну и так далее. В общем, всё здесь понятно. Пригожин был уже предателем. А к предателю никакого воинского караула, никаких воинских почестей, ничего. «Собаки, собачья смерть», как-то говорилось там в каком-то там старинном советском романе шпионском. Вот, и по этому поводу… Ну, сейчас, кстати, не хотели, чтобы это вылилось в какие-то народные волнения, там, я не знаю, чтобы какие-то там вагнера там собрались, там, несколько сот, тысяч и так далее. Кстати, вот этого Чекалова, когда хоронили, там человек 200 всего пришло, да, то есть там тоже было не очень много. Ну, толпа такая, как бы на фотографии может выглядеть солидно, но вот реально, если бы там в жизни, да, то 200 человек – это мало для такого человека. А для Пригожина совсем мало. У него там, в общем, говорили, что человек 40 всего было, вот таких самых-самых близких, самых-самых приближённых. Так, а что дети Пригожина, их могут убить? Ну, Путин может убить кого угодно, мы же понимаем, да. Хотя, в общем, он… Вы знаете, Путин самое главное показал, что не только он слабый вот тогда, когда во время мятежа, да, потому что он сам не защищал город Москвы, он сбежал из Москвы, его не выставил никто защищать и так далее. Но самое главное, Путин показал, что он никакой не диктатор, что он не смог Пригожина посадить, арестовать, посадить и сделать с ним то, что он сделал с Карамурзой, с Навальным, с Яшиным и так далее. Потому что вот это полагалось Путину как главе государства сделать. А Путин это сделать не мог. Вот по этому поводу ему оставалось только устроить ему авиационную катастрофу. Это сработало, кстати, на какую-то такую российскую мафиозную публику, которая любит смотреть «Крёстного отца», любит смотреть там «Бандитский Петербург». Вот Путин устроил Пригожину, кстати, смерть по «Бандитскому Петербургу» и похороны по «Бандитскому Петербургу», вот так, как это делалось в 90-е годы. А государственный деятель Путин в этом смысле оказался очень слабым. И поэтому, конечно, он может сводить счёты теперь с семьёй, но семья-то на самом деле не обладает никакими знаниями Пригожинская. Естественно, он не посвящал её ни в какие секреты свои там военные, административные, экономические, бизнес-секреты. Они все были в стороне. Ну, там единственное, что на его супругу записана какая-то недвижимость, на его маму записано, кстати, очень много недвижимости. Его, кстати, мама добилась того, что сняли санкции Европейского Союза. Она сказала, что я не имею к своему сыну никакого отношения. У него свой бизнес, у меня свой бизнес. Она вот такая миллиардерша, вся такая крутая. Ну, на самом деле, ей наверняка в Кремле Путин сказал, что все твои миллиарды – это мои миллиарды. И, в общем, если ты будешь дальше так продолжать, то тебя может постичь такая же участь, как и Пригожина. То есть я так думаю, что вполне возможно, что больше всех рискует мать Пригожина, а даже не его жена и не его дети. Ну, вот, кстати, не так давно жена Люба и вместе с дочкой Вероникой они отдыхали в Арабских Эмиратах. И они все это выставляли на показ. Я даже предлагаю нам посмотреть маленький фрагмент. Дорогие и юные друзья, я благодарна вам за ваши комплименты, но конкурентная среда, конкурентная среда все равно существует. Это первое. Второе. Раз вы, пацаны, дружбаны, Ника, этот братан, будьте любезны. Пока я вас не отмечу. Сама лично, лично. Сделайте так, чтобы она была счастлива. Я сижу курию на балконе. Я купила себе ху... сережки. Вот. Сижу курию. Как у вас дела? Как там в России? Холодно, наверное, да? Ну вот, кажется, что жизнь у них была хорошая, и, возможно, они даже не скорбят по отцу. Ну, я так думаю, что, во-первых, она сказала очень правильную вещь, хотя там был ужасный звук, и я, в общем, не очень сильно расслышал то, что она там говорила, но услышал какие-то ключевые слова. Она говорила про ключевую, про соревновательную среду, про конкурентную среду. То есть, грубо говоря, мы живём в... Там такие люди, как Пригожины, и мы его родственники, мы живём с акулами, и эти акулы пожирают друг друга, мы живём в банке пауков, и среди этих пауков нет никаких дружбанов, братанов и так далее. То есть все там друг дружку давят, и для всех это может в любой момент закончиться очень плохо, насколько я понял то, что она говорила. Вот. А если не говорил, то думала, по крайней мере. Ну, дочка его, конечно, просто... Да, которая там, я не знаю, из себя изображает, значит, инфлюэншушу, которая, значит, вам продаёт там какие-то серёжки. По-моему, кстати, я видел этот видос, она там матом ещё, кстати, добавляет какие-то слова. То есть она показывает, что она такая современная, совершенно отвязная девица, вот, которой, конечно, совершенно наплевать на всю эту войну в Украине, которая там с папиными, миллиардами или миллионами готова жить за границей, вот в той самой загранице, которую ругают псевдопатриоты, где там все загнивают. И вот мы видели, как жена и дочка Пригожина на самом деле загнивали в этих Арабских Эмиратах или где там они были на Ближнем Востоке. Сергей, огромное вам спасибо за интересный разговор. Как всегда, всё очень замечательно, чётко, лаконично, ну и самое главное, интересно. Приветствую вас, Аббас. Рад видеть и слышать в нашем эфире. Здравствуйте, взаимно. Первый вопрос будет по Гиркину. Вот военный преступник Игорь Гиркин, как мы уже рассказали нашей аудитории, опубликовал обречения из тюрьмы и заявил, что готов конкурировать с Путиным на следующих выборах президента. Это, конечно, сарказм, с каким он указывает на ряд своих преимуществ. На личные качества, преимущества над Путиным, на личные качества, умение управлять ходом войны, состояние здоровья и так далее. Откуда у Гиркина такая смелость? Ведь он ещё недавно просил о медицинской помощи, пребывая как раз в тюрьме, в заключении. А его жена умоляла у Путина о помиловании Гиркина. И не станет ли Игорь Гиркин теперь в следующем списке ликвидации критиков Путина? Знаете, после того, как он просил о том, чтобы ему помогли, в медицинском смысле слова, он сделал ещё более такой провластный жест, написав, что Путину точно не выгодно убийство Пригожина, и что он в этом Путина не подозревает. То есть прогнулся, что называется, по полной. При том, что совершенно очевидно, что Путину убийство Пригожина выгодно. Гиркин, наплевав на всякие приличия, встал в такую сервильную позу, чего вы изволите. Я думаю, что у него... Он мечется. Знаете, я думаю, что он разрывается между двумя желаниями, физическим желанием безопасности и комфорта, и амбициями сильного политика, самостоятельного. То есть он просто почувствовал, что он чересчур сильно прогнулся и попытается сейчас встать в позу. То есть я думаю, что это внутренняя борьба, борьба амбиций, и можно назвать это страхом. Потому что он, конечно же, понимает, что Путин уже настроен решительно, и после ликвидации Пригожина уже совершенно очевидно, что он готов пуститься во все тяжкие и в отношении своих представителей так называемого патриотического лагеря. То есть до последнего времени патриотов не трогали. Все репрессии были направлены исключительно на представителей антивоенного лагеря, на представителей либеральной несистемной оппозиции. Их-то в асфальт закатывают. А этих вот так называемых патриотов не трогали до последнего времени. А теперь стало очевидным, что все, вот этот табу снято. И Гиркин уже не может полностью для себя исключить, что у него будут серьезные проблемы. Это может быть и посадка серьезная на серьезный какой-то срок. Статья об экстремизме, она, знаете, в России до 25 лет уже дают по ней. И новичок какой-нибудь, от инфаркта может умереть в тюрьме. Ну, то есть он в полной власти Путина. И судя по тому, как поначалу он был шокирован после ареста и мужество не демонстрировал, а демонстрировал наоборот сервильность, ну, страх есть у него. Но с другой стороны, у него же есть бэкграун. Знаете, как говорил Муссолини, вся жизнь есть жест. Гиркин очень любит позерство, он любит играть на публику, понимаете. И у него есть такой имидж, ну, если не брутального матча, то во всяком случае, там, такого храбреца, да, знаете. Человека, который не боится физически, воюет, воевал там с 14-го года. И, ну, и с точки зрения поговорить, так сказать, да. То есть правду матку в лицо, там, не боится говорить. Ну, и вот это реноме он себе создавал, ну, и его тоже хочется поддерживать, понимаете. Да, и я думаю, что вот это может быть колебание между вот этими двумя императивами. Теоретически нельзя исключать того, что это часть какой-то игры, которую затеял Кремль в преддверии выборов. Я пока не готов утверждать, я не очень понимаю их стратегию пока в целом. Поэтому давайте вот об этом я скажу в следующих эфирах, когда вот увижу какие-то там подтверждения того, что все-таки, ну, есть логика, есть смысл. Пока я этой логики не чувствую. Ну, просто надо понимать, что в целом разговоры о выборах ведутся, но предвыборный контекст совершенно не ясен, совершенно не очевиден. Общественное мнение сейчас в очень таком неустойчивом состоянии находится. Оно в любой момент может качнуться в любую сторону. И в этой ситуации долгосрочное планирование в тот момент, когда ты повестки не знаешь, ну, оно в принципе вообще невозможно. Да, поэтому, значит, все разговоры о выборах пока носят, ну, типа там, каких кандидатов допустим, какие тезисы там, каким будет месседж Путина. Там периодически появляется утечка, организованная Кремлем, значит, в СМИ по поводу. Но это все носит такой значительной степени умозрительный характер, содержательная ценность всего этого ноль. Я думаю, главное, ради чего Кремль все это сейчас обсуждает и вбрасывает в паблик. Это не для того, чтобы содержательно что-то обкатать, отработать. Во-вторых, содержательной ценности у всего этого быть не может в нынешней неустойчивой ситуации. Я думаю, задача просто, знаете, Кремль пытается воздействовать на общественное мнение самим фактом того, что он обсуждает там компанию Путина. То есть он демонстрирует, что Путин идет на выборы, что не надо списывать Путина со счетов. Понимаете, Путин в силу неспособности выиграть войну превращается в такую хромую утку. Россияне просто не представляют себе Путина, который проигрывает. И поэтому им кажется, что ну либо он выиграет, а раз выиграть не может, то его вообще не будет. Вот он как-то рассосется, то ли преемника выдвинет, то ли там умрет, то ли что еще случится, то ли посадят его все-таки в ГАГу. Ну то есть вот они как бы им трудно, они его не видят просто, да? И соответственно вот будущее какое-то очень туманное маячит впереди, такое мрачное, хорошего, так сказать, не видят ни представители либерального лагеря, ну за исключением вот ядра, может быть, сторонников Навального, которые в целом такие исторические оптимисты, конечно. Вот, не сторонники военного лагеря, пропутинского лагеря. Вот, и вот чтобы как-то Путина застабилизировать в этом таком мутном будущем, да? Вот Кремль забрасывает вот эти разговоры, детских россияне, ну то есть чтобы это выглядело так, детских россияне, вы не чувствуете будущее, вы не понимаете будущее, а у Путина все в порядке с будущим. Он его видит, он его понимает, вот он его планирует, вот смотрите у него стратегии избирательной кампании. Ну то есть один из тех немногих способов, которые остались в руках Кремля, их очень мало. Вот, и один из тех немногих способов, который остался в руках у Кремля, чтобы вот укоренять Путина в этом будущем, хоть как-то это будущее прорисовывать, тем самым стабилизируя настоящее, потому что отсутствие образа будущего дестабилизирует настоящее, понимаете? Люди не хотят жить без будущего, они интуитивно ищут варианты, и если ты не можешь им предложить будущего, то тогда есть риск, что появится кто-то, как, например, когда-то там в конце 80-х появился Ельцин вдруг, да, и вдруг он, так сказать, высияет там, как светоч такой. Вот, чтобы вот этого не допустить, вот Кремль вот эти все истории вбрасывает. Извините, я от первоначального вашего вопроса ушел достаточно далеко, но вот чтобы понять, что делает Стрелков, на самом деле надо общую картину понимать. Вот, а она у нас вот такая туманная. Картина, конечно, туманная, но Гиркин на фоне этой картины выглядит как герой полотна одного из немецких романтиков, художника Фридриха, как там украинской мандревны к над полем туману, там странник над полем тумана стоит такой на вершине горы. И он тоже вот в этой ситуации выглядит как исторический оптимист, пребывая в СИЗО, он моделирует ситуацию, что он будет конкурировать с Путиным на выборах, на следующем году на выборах. И в этом контексте, конечно же, его текст содержит очень много личных обид в адрес Путина. Конечно, это все замаскировано таким иронией или сарказмом, юмором, но вот фразы «Наш президент чрезвычайно доверчивый человек» или действующий президент слишком добр, чтобы оставаться на этой должности. Он отказывается руководить военными действиями, но у него слишком много друзей-миллиардеров. Так это все совокупно выглядит, что Гиркин просто нарывается на ликвидацию. Может, это такое, он хочет совершить символическое сэпуку или харакири, чтобы уже его прихлопнули после таких текстов. Но так выглядит, что после того, как Гиркина не отпустили из СИЗО, он ведь действительно проявил свою лояльность, сервильность к Путину, прокомментировал в правильном ключе ликвидацию Пригожина, но его оставили в СИЗО, несмотря на этот жест, на эти все фразы и реплики. И вот же теперь маятник эмоционально и качнулся в другую сторону. Ну, может быть, в этом есть элемент обиды, можно предположить. Хотя, конечно, трудно поверить, что Гиркин ждал, что его выпустят буквально на следующий день. Но все-таки такие вещи быстро не делаются. Но вполне возможно, что он... Ну, знаете, когда ты в отчаянии, ты в таком очень эмоционально неуравновешенном состоянии находишься, как там у Высоцкого, помните, он то плакал, то смеялся, то щетинался как еж. Ну, сумасшедший, что возьмешь, так и говорится. Поэтому, когда человек выведен из себя, выбит из колеи, так сказать, ну, да, он его колбасит, как в народе выражается. И что... Мы можем только гадать в этом смысле. Вот что я точно могу сказать, это то, что вот этот текст не может носить характера реальной такой предвыборной декларации. Вот с таким... Это текст троллинга, да, но не предвыборный текст. Вот Путина патролить можно с помощью такого текста, а выборы с помощью такого текста ты не выиграешь. Массовое сознание, оно не считывает такой иронии, такого юмора, о котором пишет Стрелков. Правда, я не исключаю, что он просто, ну, этого не понимает, он же в выборах никогда не участвовал, и в массовой политике никогда не участвовал, его политический опыт носит очень такой специфический характер, скажем так, силовой. Поэтому может он просто искренне думать, что это реально там зайдет и реально, значит, у него рейтинг там пойдет в гору после этого заявления. Но не могу исключать, что он так думает. Но в целом, объективно, если смотреть на ситуацию, то этот текст не канает в качестве предвыборного. Повторюсь, массовое сознание не терпит вот юмора в политике вот в таком виде, в таком качестве, как это делает, как это демонстрирует стрелков. Политические тексты должны быть серьезными, в меру пафосными, вот, а не меньше постмодерна, если можно так выразиться, должно быть. Особенно в такой консервативной стране, как Россия. Особенно с учетом качества той аудитории, которую апеллирует, значит, Гиркин. Потому что очевидно, что, значит, вот этот такой политизированный, продвинутый средний класс, он юмор считает. Да, но это не его аудитория совершенно очевидна. А его аудитория, она такая, более дубоватая, и с ней надо разговаривать совсем другим языком. Вот это я могу сказать точно. Я бы еще добавил, я особенно в такой исторический момент, когда Россия ведет войну против всего мира и борется за свое выживание, как пишет у Соловьева в титрах его программы всегда. В этот исторический момент в Кремле собираются выставить спарринг-партнерами Путина на следующих выборах очень пожилых кандидатов, как мы уже узнали из прессы, из публикаций, еще старше кандидатов, чем Путин. Откуда будут брать вот таких ископаемых экземпляров и как это повлияет на восприятие выборов людьми, электоратом? Найти стариков в российской политике, к сожалению, не так уж сложно. Она в принципе... Зюганов еще жив, я уже забыл. Жив Зюганов или убит? Да, Зюганов жив, и он по-прежнему возглавляет партию. И, значит, тут та публикация «Медузы», написанная со слов кремлевских источников, о которой вы говорите, в ней как раз фамилия Зюганова упоминается, что, дескать, не допустим, чтобы КПРФ подложила такую свиню, как в 2018 году, когда они... Это предыдущие президентские выборы, когда неожиданно вместо Зюганова, на которого рассчитывал Кремль, они выдвинули Грудинина. И так далее, реально взорвалась бомба без малого. Грудинин резко пошел в гору, причем он отжевывал электорату самого Путина, и там ему объявили войну, в общем, жесточайшую и в прессе, и за пределами. Его бизнес-империя была практически уничтожена, стерта в порошок, и он теперь записан во враге Кремля. И напомню, это было в 2018 году, когда еще был, ну, еще действовал остаточный эффект вот этого, так называемого, крымского консенсуса, который воцарил в России после 2014 года. Вот в 2018 году еще был остаточный след, так сказать, всего этого дела. Но даже в этих условиях более молодой и с очень позитивным образом такого человека-дела, Грудинин, когда он появился, он реально отправил Путина, путинскую кампанию в нокдаун. Вот, если бы он правильную кампанию выстроил, его проблема была в том, что он, ну, ни черта не понимает «Чудеса в политике», Грудинин, и свой мощный, позитивный образ, тот, который, ну, прям способен был творить чудеса, он совершенно неправильно использовал, значит, и это Кремлю помогло, Кремль спасло от Грудинина. Но, понимаете, это было в 2018 году, а сейчас, во-первых, Путин состарился, надоелось совсем уже хуже горькой, горькой редки, да, он начал войну, которую не может выиграть, он погрузил страну в хаос и террор, вот, предчувствие гражданской войны, вот этот Пригожинский мятеж, он совершенно очевидно продемонстрировал, что по грани страна уже ходит вот такая накануне гражданской войны уже, которая в любой момент может на ровном месте вспыхнуть, прийти не со стороны оппозиции откуда-то там, не со стороны врагов, а из собственных рядов может, да, взорваться. И вот, понимаете, в этой ситуации, конечно же, любая маломаческая маломальски, там, реалистично, респектабельно выглядящая альтернатива Путину, может сыграть роль вот Грудинина тогдашнего, да, и в этом смысле, конечно, Кремль решил не рисковать, типа, совсем уже там мухоморов предложим, их в российской политике хватает, ну, и, дескать, избиратель увидит, что выбирать все равно не из кема, и вынужден будет проголосовать за Путина. На самом деле, это такое очень правильное решение только на первый взгляд. В реальности люди, столкнувшись с полным отсутствием выбора, они не то, что удовлетворятся выбором, значит, если нет хлеба, то пусть едят пирожные, так сказать, Путина, да, нет, они сделают революцию, ну, проще, я не утверждаю, что это случится прямо вот сейчас уже, да, но это будет шаг в направлении роста революционных настроений, антисистемных настроений, раз система вот такова, что в ее рамках вообще нет никаких вариантов, только Путин вот со всем его сопутствующим комплексом проблем, ну, так и к черту такую систему, понимаете, ценность системы в глазах россиян снизится, то есть, нет более молодых политиков в бюллетене, это не значит, что их нет вообще. Навальный, Гудков, Яшин в рядах оппозиции, их вот полно, выше крыши, понимаете, вот, и, соответственно, ну, обескураженный вот этим отсутствием выбора и ущербным предложенным Кремлем выбором в официальном политическом поле, этот обескураженный избиратель повернется в сторону неофициального политического поля, так называемой несистемной политики, то есть, это, в принципе, укрепление антисистемных настроений, вот к чему толкает страну Кириенко, вот какими будут последствия этого шага. Бас, спасибо вам большое за такой анализ, за ваши мысли, идеи, очень приятно было пообщаться.